Здравствуйте! Это Суть Дела. По разным оценкам в Лондоне и его окрестностях проживает от 160 до 300 тысяч граждан, прибывших на острова Туманного Альбиона из России. Около 100 тысяч из них сверхбогачи. События последнего месяца показывают, что над головами эмигрантов из России и их активами в Британии начали сгущаться тучи. Возникла угроза экспроприации имущества беглецов из России. Гигантский британский офшор с мышеловкой для олигархов и более мелких клептоманов из России захлопывается. Президент Путин предупреждал бизнес об этом давно. Но наступление момента истины ускорилось в связи с обострением отношений между Западом и Россией в течение последнего года. Об этом свидетельствуют многие события последних двух месяцев. С конца января некоторые банки Британии начали требовать от российских бизнесменов подробного отчета по их имуществу за границей и, главное, происхождению денег. В начале февраля уже практически все банки Британии приступили к проверке законности доходов своих русских клиентов, массово разослав им письма требования. Банкиры просят россиян объяснить, откуда и как получены их средства, которые лежат на счетах в английских банках. Банковские юристы и сотрудники подразделений по работе с клиентами объясняют россиянам, если веские подтверждения законности получения доходов не будут представлены, то счета будут заморожены. Причем для этого даже не потребуется решение суда. А вот разморозить средства на счете и попытаться вывести их за пределы Британии, держатель счета сможет только по решению суда. Конечно, случаи замораживания и даже конфискации средств россиян в зарубежных банках не так уж редки. Но до сих пор это происходило лишь после вынесения судебных решений. Один из таких случаев – конфискация в Австралии в прошлом году денежных средств девяти россиян родом из Иркутска в местном банке. По словам банковского эксперта, они были вовлечены в процесс отмывания денег. Первые счета были открыты в 2010 году. Баланс на счетах российских граждан неожиданно вырос, благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 миллионов долларов. Расследования и судебные заседания длились несколько месяцев. Британские банки могут теперь обходиться без подобных формальностей. Ситуация для части держателя счетов в банках Лондонграда усугубляется тем, что проверке теперь подлежит не только законность происхождения денег, но и связи держателя счета с теми физическими и юридическими лицами России, которые попали в черные списки Запада в связи с экономическими санкциями. При необходимости любую связь можно доказать, даже если держатель счета будет клятвенно заявлять, что он идейный борец с путинским режимом. В прошлом месяце прошло уже первое сообщение о конкретном случае изъятия западным банком средств российского предпринимателя. Этот нефтяник получил запрос из банка с требованием представить документы о законном происхождении денег. Предприниматель предоставил налоговые декларации, справки, кучу других документов, подтверждающих законность получения средств и факт уплаты налога. Перевод документов и другие накладные расходы обошлись ему в копеечку. История тянулась долго, от него требовали все новые и новые информации, в том числе анкетные данные со школьного возраста. Неожиданно юристы банка выдвинули версию, что печати на документах поддельные. Нашли один документ с действительно поддельной печатью, который якобы представил предприниматель. Это послужило поводом к тому, чтобы объявить все другие документы недействительными. Доводы предпринимателя о том, что ему не было смысла подделывать эту бумагу, не возымели действия. Все прекрасно понимали, что это чистой воды провокация. Провокация, которая и послужила основанием для того, чтобы банк мог списать 5 миллионов долларов со счета предпринимателя в пользу Британии и в свою пользу. Страсти по поводу русского капитала в Лондоне дополнительно раздуваются британскими СМИ и правительственными ведомствами. 11 марта министр иностранных дел Британии Филипп Хэммонд сообщил о возможности опубликования интересной информации о находящихся на британской территории активах ближайшего окружения президента Путина с целью усиления давления на Москву. Глава британского МИД ответил, что такой шаг британской власти рассматривают в качестве одного из возможных способов оказать давление на Россию. Когда мы говорим, какие дальнейшие шаги можем предпринять, чтобы усилить давление на Россию, то время от времени возвращаемся к стратегическим коммуникациям. Как нам обратиться к россиянам и к тем, на чье мнение по поводу происходящего, имеется в виду Украина, пытается влиять Россия, пояснил руководитель британского МИДа. Ну, если переводить на нормальный язык дипломатическую фразу стратегические коммуникации, то это воздействие официального Лондона на офшорную аристократию русского происхождения с помощью инструмента угроз конфискации активов, размещенных в офшоре под названием Лондонград. Воздействие нацелено на достижение стратегических целей в нынешней холодной войне с Москвой. Поток серых денег из России на острова Туманного Альбиона особенно вырос после того, как в Швейцарии с 2010 года начался процесс ликвидации банковской тайны. Швейцария перестала быть банковским офшором для нашего бизнеса. Ее заместила Великобритания. О том, что подавляющая часть капитала из России в Британию направляется по теневым каналам, можно судить, просто сопоставляя официальную статистику России и британских экспертов. Ну, что вот тут скажешь? Слушаться надо было, президент. Это была суть банковского дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok